Всем привет! Сегодня ролик для любителей мотоциклов Минск. Я буду делать два коленчатых вала для Минска. На одном старом 6-ти вольтовом коленвале нужно заменить втулочный шатун на сепараторный. А второй коленчатый вал с 12-ти вольтового Минска я буду облегчать, делать его меньшим диаметром. Буду его балансировать, буду делать вставки в картер для уменьшения объема кривошипной камеры. Ну и заодно посмотрим и сравним шатуны. Родной оригинальный новый Минский шатун и новодельный китайский. Так, сделаю для вас небольшой такой обзор, как выглядит, как сделан. Поехали! Минский коленвал, наверное, самый удобный коленвал для разборки. Блины у него параллельные, никаких тут выемок, пазов всяких нету. Поэтому он просто вставляется в пластину и очень просто разбирается. Все, с этой задачей легко справился 12-тонный домкрат. Коленвал абсолютно новый, новый шатун, новые шайбочки. Сейчас мы посмотрим. Посадочка хорошая, посадочка не повредилась. Так, в принципе, для того, чтобы облегчить, мне не нужно выпрессовывать вторую часть. Сепаратор стальной, что быстрее всего, может быть, это даже и китайские дела. В оригинале стоял алюминиевый сепаратор. Точно так же разбираем второй вал. О, тут такие шайбочки кругленькие. Вот это еще старый коленвал. Посмотрим сейчас оригинальный сепаратор, какой здесь. Сравним это хозяйство. Так, посмотрим шатуны. Вот этот средний шатун, это с нового минского коленвала. Честно скажу так, по виду, не похож он на оригинальный. Очень я сомневаюсь, что это делали на минском заводе. Быстрее всего это заказали, наверное, где-то китайцам. Как-то родной шатун, он похож на этот. То есть, он такой более темного цвета, покрыт медью. Вот такие были и родные шатуны тоже. Так, то есть, вот это вот родной минский шатун. В родных шатунах стоит алюминиевый сепаратор. Здесь, кстати, ролики не цельные, а состоят из двух. То есть, не один цельный ролик, а два независимых. То есть, такие наборные. Зачем так делали, не знаю. Но вот так вот. Вот это оригинал. Вот такие толстые шайбы. Так, значит, вот этот новый шатун USS. Точно такой же шатун стоит у меня на моем Минске. На адском Минске. Сделан он, конечно, очень красиво, аккуратно. Отверстия очень хорошо сделаны. Закален. Но сразу скажу, что встречаются варианты. То есть, вот эти шатуны USS тоже бывают разные. Поэтому очень внимательно смотрите. Вот эти вот с матовым покрытием медью. Они встречались мне не очень хорошего качества. А тот, который стоит у меня, он покрыт такой прям, видно, жирным слоем меди. И медь это блестит аж. То есть, такая красивый слой. То есть, есть такие матовые, а есть глянцевые. Вот глянцевые, на мой взгляд, он намного лучше качества, чем вот этот. В том числе и на этом стоит металлический такой сепаратор. Он ничем не покрыт. На хорошо медненном шатуне стоит медненный сепаратор. То есть, сепаратор, видно, что сделан более качественно. Поэтому, возможно, что тот, который у меня стоит, он более высокого качества, чем вот этот. Встречаются они разные. Этот шатун, кстати, немножко шире получается по ширине, чем вот этот. Получается, что шайбы, вот на этом сепараторе, они сделаны тоньше. То есть, с другой стороны, это хорошо, потому что сепаратор немножко шире, иголки немножко шире. В том числе и верхняя головка шатуна на этом шатуне тоже шире. Получается, что родной шатун имеет ширину, тут буквально 15,5 миллиметра, что вверх, что низ. А U.S.S. почти на полтора миллиметра больше. Он 17 миллиметров вниз и 17 миллиметров также вверх. Так что вот это, как бы, я считаю, что немножко, как бы, небольшой, но все же плюс. Пальцы, палец хорошо закален, напильник скользит и не задерживается, сделано все красиво, ровно. Еще можно проверить отверстия. Ну, скажу, что тоже, в принципе, все здесь чувствуется, что подкалено. Нормально, хорошо. То есть, и тот, и другой шатун хорошо закалены. Дорожки на обоих шатунах обработаны достаточно чисто. Обрабатываются они сейчас на всех современных шатунах хонингованием. И, в принципе, даже китайские шатуны не исключение. Единственное, что надо смотреть на шатунах, бывает, остаются плеши. То есть, где-то, ну, такой, бракованные части остаются. Недошлифованные, в том плане, что где-то был дефект, немножко отверстия. Здесь все нормально. Единственное, на одном шатуне, по-моему, вот на этом родном, есть немножко косячок. Сейчас покажу. Вот он, я думаю, вам видно, вот эта верхняя часть. Видно, что чуть-чуть вот здесь, вот прямо видно, следы от резца недошлифованы. Ну, так, конечно, видно, что шатунок сделан, ну, видите, да? Как бы не сильно качественно, так, достаточно грубовато. Грубовато. Может, упрощали технологию. Грубовато. По сравнению с USS, конечно, USS выглядит намного красивее. Ровные фасочки везде. Ну, в принципе, оба шатуна, я думаю, что одинаково работоспособны. У обоих отверстия сделаны, прорези в нижней головке шатуна, в верхней ничего нету. Сепараторы одинаковые. Стальные почти как родные братья. Единственное, что всё-таки ширина у них немножко получается разная. Ну, и, конечно, соответственно, чуть-чуть на USS иголки повыше. Так что вот этот сепаратор как бы более надёжный в плане долговечности и ресурса. Так, ну вот всё. На этом я обзор по шатунам загругляю. И дальше продолжаю уже непосредственно работать с коленвалами. Первый коленвал сейчас я 6-вольтовый. Просто поменяю шатун. Со вторым валом поинтересней. Его буду обдирать и делать меньшим диаметром. Так, ну, несмотря на разницу в ширине, да, общий пакет у нас получается одинаковый. То есть где-то 19,5 мм у нового шатуна. И тот же самый пакет старого шатуна, шатун с шайбами, имеет у нас также 19,5 мм. То есть у этого шатуна у него просто толще дистанционные шайбы. Вся разница. То есть шатун новый сепараторный без проблем подходит на старый 6-вольтовый коленвал. Кстати, заодно сразу отвечу вам на вопрос, который мне постоянно задают подписчики канала. И просто люди, которые знают мою работу, знают, что я занимаюсь подбором каких-то запчастей, шатунов, поршней для отечественной техники. Спрашивают, какой шатун импортный можно поставить на Минск? Отвечаю, никакой. Никакой, потому что на импортных мотоциклах нету пальца диаметром 21 мм. Такого пальца, который стоит на Минске. И такого же пальца, который стоит на Юпитере. То есть я не знаю почему, но вот наш советский мотопром решил так отличиться, что на Ежаке палец на 29, которых нету на импортных мотоциклах. То же самое и Минск. На 21 пальца нету. Я, по крайней мере, нигде не встречал. То есть есть палец на 20, есть палец на 22. Соответственно, ни импортных сепараторов, ни пальцев, ни шатунов, которые бы вот так вот один в один подходили на Минск, нет. Купить можно только китайский шатун. И, в принципе, эти китайские шатуны достаточно хорошего качества. То есть, в принципе, я бы не боялся. Есть шляпные варианты, но вот именно тот шатун, которого я вам показал, USS, в принципе, я сам лично пробовал, проверял. Нормально работает. То есть, в принципе, не скажу, что совсем плохо. Даже я сравнивал с родным шатуном. И мне показалось, что даже твердость беговых дорожек на китайском шатуне на порядок выше. То есть, родной минский шатун, напильник с трудом, но все-таки берет. А китайский нет. Поэтому вот где-то так. Прежде чем менять шатун, конечно же, надо коленвал тщательно почистить от нагара, который он приобрел за всю свою жизнь. От хорошего качественного масла М8. То есть, тщательно все очищаем. Здесь он еще такой жирный. Бывает, что он уже сухой, такой подгоревший. Отлично. Уже намного лучше, чем было. Обязательно вот эти отверстия надо почистить. Потому что здесь, как в центробежном фильтре, накапливаются тоже шлаки. То же самое делаем сверху. Есть налетик. Он очень легко чистится. Лучше сделать это сразу. Сахар. Сахар. Субтитры сделал DimaTorzok Все, вал, который надо было поменять, шатун я собрал. Покажу вам биение. Со стороны коробки передач получается биение в пределах одной сотки. Стрелочка ходит. С этой стороны у нас биение есть, но в пределах двух соток. То есть, в принципе, по осям коленвал получился ровный. Теперь хочу обратить ваше внимание на блины. Смотрим внимательно. Кручу. Обратите внимание вот сюда, на просвет. Видно, да, как блины гуляют? То есть, в принципе, это вал ровный. По шатуну, по осям. Но блинчики у него кривые. Вот так вот сделана наша отечественная техника. Я думаю, что с таким коленвалом, конечно же, у мотора будет вибрация. Мотор должен просто прыгать. Потому что блины имеют просто жуткое биение. Можно даже ради прикола померить. Ой, ё-моё. Ё-моё. Сейчас покажу. Смотрите. Теперь считаем. 10, 20, 27. Представляете, да? Две с половиной десятки биения блинов. То есть, естественно, вот этот вес, вот этот эксцентриситет получается здесь, он просто создаёт дисбаланс. Его никак не уравновесишь. Но, опять же, повторю. Для обычного мотора, колхозного, это, в принципе, нормально. Всю жизнь так моторы ездили. И ничего страшного не происходило. Но, что недопустимо для спортивного.